Приветствую вас! Значит... Ну давайте я сразу отвечу вам на вопрос, на ваш... Да, помощь психолога, работа с психологом поможет вам решить ваши проблемы, потому что нервная система расщатанная, она... Ну знаете, если это не болезнь, то... она, нервная система, не является заболеванием. А является, так называемой, особенностью вашей психики, за которой кроется определенный сценарий. В данном случае, с учетом эмоциональности вашей, с учетом того, что вас бросает из стороны в сторону. Да? То есть, ну, гипервозбудимость. Я полагаю, что можно говорить о таких проявлениях, как, значит, низкий эмоциональный интеллект. Не путайте его, пожалуйста, с классическим интеллектом. Вот. Я предполагаю у вас сценарий не думать. То есть... Ну это... Сценарий, когда человек по ряду причин отказывается от идеи о том, что нужно думать. То есть... Рацию он заменяет чувствами здесь. Это связано с подходом матери к жизни. Это связано с вашим подходом к жизни. Ну и, конечно, отец тоже. И еще одна проблема, системная проблема, которую я вижу, это проблема нервной ответственности. То есть, вот, ваша нервная система, на которую вы так много всего сваливаете, да, вот, это самая нервная система, это самая нервная система, нет. Это не ваша нервная система. Это я. То есть, вы. Понимаете? Вот. Это вы. Не нервная система, не что-то, а вы. Это всего лишь вы. И вот, учиться брать на себя ответственность, за свои действия. Учиться анализировать то, что происходит с вами. Учиться отдавать себе отсчет в том, что происходит с вами. И по какой причине с вами это происходит. Это является самым важным. Вот здесь. Вот эти вот проблемы, эти вот моменты мне кажутся необходимыми для того, чтобы вам избавиться от ваших переживаний. для соответственно работы можно использовать транзактный анализ, вот, культурно-исторический подход, это психология личности, и когнитивная психология, когнитивный подход. Ну, я бы здесь, возможно, добавил бы еще логотистерапия, терапия в смысле. Вот. Может быть, в некоторых моментах может быть гештальт, но это поскольку, поскольку нужно будет посмотреть. Вот. Знаете, ваша слабая нервная система или возбудимость, искренность, эмоциональность, на самом деле, будет с вами всегда. Да. Всю жизнь. То есть, никакие транстранквилизаторы, никакие препараты вам не помогут. Я вам дальше больше скажу, если вы изменитесь, ну, вот, если вы станете другой, скажем так, то вы потеряете всех людей вокруг себя. Потеряете своего мужа, который полюбил вас такой. Будут проблемы с родителями, которые, ну, не захотят принимать вас такой, какая вы есть. И так далее. Поэтому, не нужно меняться. Такие люди, как вы, есть. Так же, как люди есть с сильной нервной системой. Хотя, на самом деле, я бы предпочитал говорить не сильно и слабо, а чувствительно и нечувствительно. Есть люди, у которых порог чувствительности высокий, а есть люди, у которых порог чувствительности низкий. И вот, основная тонкость в том, что ваш низкий чувствительный порог, то есть, вот, то, что вы такая возбудимая, связанная, вероятно, с тем, что у вас достаточно спокойная, размеренная жизнь. Да, что 20 лет вам, вы учитесь, вышли замуж в любви, все вроде бы неплохо, такая вот стабильная жизнь. И понятно, что в этой стабильной жизни нет места форс-мажорам, нет места каким-то неожиданным событиям. И вместе с этим нет места вашей приспособленности к жизни. А ведь форс-мажоры будут. Понимаете? Ну вот, из данного направления можно задать вам такой вопрос. Чем обусловлено ваше решение выйти замуж в 20 лет? Ну, зачем так раз? Для чего вы учитесь в вузе? То есть, знаете, это прозвучало так, что я вышел замуж, я учился в вузе, и всё. А зачем учитесь в вузе, чтобы что? Вы будете работать дальше по специальности? Ну, может быть, хорошо. Но, а ребёнок тогда? Вы же, наверное, ребёнка хотите. То есть, знаете, да? Вот я об этом говорю. Дальше. Надо же так. Так, вы пишите, что у вас появился страх. Особо не нервничал, но переутомлялся. Вы знаете, ну вот, мне кажется, что вы себя очень бережёте здесь. Я бы вам рекомендовал заняться спортом. Вот. Я бы вам рекомендовал плавать. Я бы вам рекомендовал какие-то экстремальные виды попробовать хобби. Вот. Потому что у вас, у вас нет уверенности в себе. Вы говорите, может ли помощь психолога помочь? Мне это очень необходимо. Задаётся вопрос. Ну, необходимо ли это вам решать вам только? Помощь психолога может помочь. Навязчивые мысли, вот эти вот ненужные мысли, это ваше желание. То есть, это то, что вы в себе подавляли. И подавляетесь, скорее всего. Скорее всего, до сих пор подавляетесь. А сыр навязчивый мысли. Поэтому, я думаю, что помощь психолога нужна. Нужна, опять, как минимум, несколько раз, несколько сеансов с психологом поработать. А дальше, уже, дальше, дальше, я думаю, что нужно просто более активный образ жизни. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Помните, что никакие тестеринкализаторы не улучшат ваше состояние, никакие лекарства не помогут нервной системе. Нужно закалять. Для того, чтобы её закалять, нужно справляться с трудными ситуациями самостоятельно. Вот. А для этого нужно думать, для этого нужно анализировать, для этого нужно делать выводы. То есть, включать своего взрослого. А у вас по тексту чувствуется больше детское состояние, детское эго-состояние. Вот. И никакого взрослого нет. Потому что страх – это мистические представления. Может быть, у вас есть проблемы с дыханием. Может быть, есть проблемы с сердцем. Не знаю. А если есть такие проблемы, тут лучше к врачу-кардиологу обратиться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.